Друзья, привет всем! С вами снова Буровой Ликбез и я Антоний Пихин. И сегодня мы с вами поговорим о следующей теме в рамках нашего общего цикла роликов по подготовке к сдаче на допуск АЭД Аблусиев. И тема сегодняшнего урока это предупреждение газо-нефть и водопроявлений. Да, сверхзадач по этой теме в этом направлении вы особо-то и не найдете в самом экзамене по АЭД Аблусиев. Но здесь есть определенный теоретический базис и какие-то теоретические аспекты, на которых я сакцентирую ваше внимание и которые, возможно, вам помогут. Допустим, при сдаче экзамена, когда вы будете сдавать практические на симуляторе, либо при ответе на какие-то вопросы в рамках курса. Давайте разберемся, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, что есть предупреждение? Предупреждение это значит какие-то профилактические, заранее предпринятые меры, которые нам позволят либо предвосхитить ГНВП, либо, по крайней мере, снизить его опасность для себя. То есть, если мы хотя бы даже не полностью исключим возможность его возникновения, а такое, напомню, возможно только при одном условии, если у вас в разрезе нет проявляющих пластов. То есть, если у вас просто весь разрез представлен пластами без флюидов, ну да, конечно, у вас ни при каком условии ГНВП произойти не может. В остальных случаях всегда хоть какая-то микровероятность возникновения есть. Итак, и наша задача, даже вот если мы не смогли на каком-то этапе предвосхитить ГНВП, если оно возникло, то вот этими мерами профилактики нужно создать такие условия, чтобы это ГНВП максимально быстро, легко и, так скажем, безболезненно для себя, для скважины, для оборудования можно было ликвидировать. Итак, у нас снова схема. Эта схема будет строиться на основном принципе, на котором и строится весь курс управления скважиной при ГНВП. Это такой термин, достаточно веский и правильный. Открытый фонтан легче предупредить, чем ликвидировать. И это действительно правда. Но мы надеемся с вами, что мы не доведем нашу скважину до открытого фонтана. Итак, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о тех мерах, о тех мероприятиях, которые вы можете предпринять на различных этапах жизненного цикла скважины. На этапе проектирования, на этапе бурения, на этапе спускоподъемных операций, а также какие можно, в принципе, организационные мероприятия создавать и реализовывать для того, чтобы у вас сами работники были более готовы к ликвидации ГНВП. Ну и, в принципе, что касается работников, как должны быть созданы в идеале условия в рамках вашей организации, чтобы вы могли наиболее успешно ликвидировать ГНВП. Либо, чтобы вообще его каким-то образом предвосхитить, закрыть скважину и вовремя либо предпринять какие-то меры, там даже по первичным признакам такие, чтобы даже ГНВП не началось. Итак, вот этим четырем аспектам мы и посвятим наш сегодняшний разговор. Давайте поедем непосредственно с проектирования и помчали. Итак, поехали. И сейчас мы с вами поговорим о такой теме, как проектирование. То есть, какие меры предупреждения возникновения ГНВП мы можем предпринять на этапе проектирования скважины. У меня здесь не в порядке значимости расположены эти меры. Ну да ладно, будем говорить как есть. И начнем с плотности бурового раствора. Правильно, посчитанная плотность бурового раствора, она вам обеспечит уже как минимум превышение давления гидростатического над пластом. И по факту не позволит вам спровоцировать возникновение газо-нефтьеводопроявления, если вы будете поддерживать проектную плотность бурового раствора. Но обращу ваше внимание, то что мы здесь нацелены на два момента. Не только удерживать пластовое давление под контролем, но еще и не превышать давление гидроразрыва. То есть, не создавать такое давление скважины, чтобы могло где-то там, в каком-то слабом пласте, начаться поглощение раствора. Потому что мы говорили с вами уже ранее, я надеюсь, вы это запомнили, что поглощение бурового раствора может по факту спровоцировать опять же газо-нефтьеводопроявление. То есть, мы должны работать в рамках коридора безопасности по плотности бурового раствора. И если он верно рассчитан на самом первом этапе проектирования, значит, мы уже себя обезопасили. Второй фактор важный, который не стоит забывать, это то, что должна быть правильно спроектирована конструкция скважины. И здесь мы немножечко остановимся. Что мы подразумеваем под правильностью проектирования конструкции скважины? Грубо говоря, если мы представим то, что вот у нас, за нами скважина, то мы должны ее, во-первых, грамотно расчленить, разбить на интервалы и перекрыть эти интервалы обстотными колонками. С чего бы это ради, да? А наша основная задача с точки зрения управления скважиной, именно так разбить, расчленить между собой пласты, отсечь их друг от друга, чтобы все зоны с потенциально несовместимыми условиями бурения были удалены. Что мы подразумеваем под несовместимыми условиями бурения? Ну, как пример, это я просто здесь нарисую схематически, да? То есть, это, грубо говоря, когда у вас в рамках одного разреза, в рамках одного интервала бурения создаются такие условия, что если вы бурите здесь своим инструментом, то есть, вот наш инструмент, да, находится на заборе, осуществляете бурение, и суть такова, что если вдруг вы держите какую-то плотность бурового раствора, какую-то гипотетическую, то у вас, например, начинает возникать проявление в ниже лежащем пласте. Ну, к примеру, да может даже и выше лежащем, это вот сейчас здесь как именно как пример. То есть, вы держите гипотетическую плотность бурового раствора, выше все было хорошо, но вот здесь начинается проявление. Допустим, вы предпринимаете какие-то меры, ну, логично, утяжеляете буровой раствор, и это позволяет вам победить вот это самое проявление. Да, нет его. Но это провоцирует, что поглощение на выше лежащем горизонте. То есть, идея в том, что зоны, несовместимые по условиям бурения, это когда у вас в разрезе встречаются пласты, в которых наблюдается два противоположных, физически противоположных, по признакам осложнения. То есть, в одном у вас потенциально идет поглощение, в другом проявление. То есть, сам по себе пласт, он не может поглощать, грубо говоря, либо проявлять просто так вот, потому что ему захотелось. То есть, при определенных условиях, либо там создается поглощение, либо тут проявление. И какое бы вы решение ни приняли, как бы вы ни сыграли с плотностью раствора в данном контексте, у вас в любом случае какое-то одно будет осложнение. Вот это несовместимые слои бурения. И ваша задача расчленять, разбивать этот разрез, то есть, спускать, например, обсадные колонны и отсекать одни такие вот интервалы от других. То есть, разбивать их, чтобы у вас как раз таки не создавалось таких условий. Если вы правильно спроектировали конструкцию скважины, значит, вы уже тоже на шаг ближе к тому, что у вас не возникло ГНВП. Потому что, если вы не учли вот этот момент, не рассчитали, не предвосхитили, то у вас получится какая-то ситуация, что в процессе бурения у вас одно из двух. Либо точно пойдет проявление, либо начнется вследствие удержания пластового давления под контролем, начнется поглощение, которое, опять же, может спровоцировать выход флюида. Здесь и так, и так, вы все равно придете по факту ГНВП. Это один фактор. Ну и второй фактор, который, не стоит забывать, должен быть учтен в рамках конструкции скважины, это то, что у вас должна быть верно рассчитана глубина спуска последней колонны перед вскрытием продуктивного пласта. То есть, ну, либо последней колонны перед напорным пластом, флюид-содержащим пластом. Как вам нравится, такой термин и используйте. В чем здесь идея? А идея здесь заключается в том, что если у нас в процессе, вот, допустим, мы спустили какой-то, опять же, гипотетический кондуктор, и в процессе бурения у нас с вами возник выход пластового флюида, который сформировался в определенную пачку, и мы, когда будем глушить скважину, то есть при глушении скважины, у нас, чтобы не произошло поглощение под башмаком вот этого самого кондуктора. То есть, собственно, у нас относительно этого и все вот эти... Максимально допустимая плотность бурового раствора и маск считается и так далее. То есть, вы, я надеюсь, помните наших предыдущих уроков. То есть, мы должны так спроектировать глубину спуска кондуктора, чтобы учесть этот момент. А как он учитывается на этапе проектирования? Там глубина спуска кондуктора попросту считается, либо иногда считается, либо иногда берется какая-то просто глубина и проверяется через неравенство. А неравенство там достаточно простое. То есть, мы оцениваем, сравниваем, точнее, градиент гидроразрыва на определенной глубине, то есть, правильнее даже не градиент гидроразрыва, а давление гидроразрыва на определенной глубине. И оно должно быть больше, чем давление, которое будет давить на вот этой глубине, на башмак, при условии, что у нас скважина полностью заполнена флюидом и закрыта. Ну, то есть, предполагаем, что у нас скважина от и до заполнен столб, флюидом заполнен от непосредственно забоя до устья и закрыта. То есть, по факту, что мы будем иметь? Мы будем иметь давление на устье плюс давление гидростатическое флюида, которое будет создаваться. Но если мы здесь именно говорим, там, нефть, нефть, газ, газ и так далее, в данном случае это не так принципиально, потому что там все равно формулы для жидкости, для газов чуть-чуть могут отличаться. Но основной концепт вот такой, вот он. То есть, мы хотим, чтобы градиент гидроразрыва, не градиент, извините, давление гидроразрыва на какой-то глубине было больше, чем вот сумма вот этих давлений. При этом условии, при этом условии, мы можем себе сказать, то что да, в принципе, есть какой-то определенный запас безопасности. Запас безопасности, тавтология, да? Есть какой-то у нас защита есть какая-то, буфер, да? Вот, если правильно мы у нас вот эти моменты определены и проговорены в конструкции скважины, ну, значит, тоже мы молодцы. И третий аспект, этот, ну, назовем так технический, да, это выбор противовыбросового оборудования. Выбор противовыбросового оборудования должен быть обусловлен несколькими факторами. Во-первых, он должен быть связан и основан на максимальном устьевом давлении. А максимальное устьевое давление, оно считается следующим образом. Если мы говорим про нефтяные скважины, то это будет давление хвоста минус давление гидростатики нефти. То есть, опять же, мы считаем, что если у нас, допустим, вся скважина заполнена нефтью, то от забоя до устья и закрыта на устье, то вот максимальное устьевое давление будет создаваться. И это для нефти, для газа максимальное устьевое давление. Если мне память не изменяет, там, это будет экспонента в степени S, и S там зависит, собственно, от плотности относительной газа по воздуху и так далее. Потому что как раз там идет учет расширения, там, закон Бойля-Мариотта и прочее, прочее, прочее. Я не буду врать то, что я там такой сверх вау на память это все помню. Это можно, в принципе, смотреть. И в одной из моих лекций на канале, где идет разговор о проектировании конструкции скважины, там упомянута вот эта формула и как производится этот выбор, и, собственно, как производится выбор против выброса оборудования. То есть здесь нет у нас какой-то ключевой задачи именно эту формулу заучить, потому что она все равно не будет использоваться вот в рамках даже нашего экзамена. А по факту нам нужно понимать то, что давление должно быть у против выбросового оборудования рабочее больше, чем максимальное устьевое давление. Это раз. Второй момент. По типоразмеру, конечно же, ПВО должно проходить. То есть проходить и с точки зрения, чтобы инструмент мы могли спокойно туда спускать, любой, который мы будем использовать для сооружения нашей скважины. И второй аспект. То, что в составе ПВО, то есть в частности в составе плашных превенторов, были все плашки, всех типоразмеров относительно того инструмента, который мы будем использовать. Ну, тоже вполне логично. Третий момент. Это схема. То есть схема ПВО должна быть утверждена и соответствовать, собственно, условиям бурения. То есть, что я имею в виду? Ну, например, если мы возьмем даже отечественный ГОСТ, у нас есть схема, допустим, четвертая, которая без газосепаратора, и пятая, которая с газосепаратором. Ну, логично то, что если вы хотите использовать четвертую схему, она трехпревенторная тоже, один универсальный, два плашных, то вы, как минимум, должны быть уверены, что у вас газовых бластов не будет в разрезе. Если же есть газовые бласты, значит, вы должны четко для себя определить то, что у вас будет, допустим, использоваться схема пятая. Ну, это если в российских терминологиях. Если брать именно стандарты АПИ зарубежные, здесь мы акцент именно делаем на тех схемах, и мы про них будем говорить в отдельных уроках. То есть здесь я сейчас вас с этой информацией не перегружаю, то есть будет по оборудованию, и там, собственно, давление, собственно, особенности самой скважины, особенности бурения, они влияют на схему ПВО, на фланцы, которые используются, на уплотнительные кольца и прочее, прочее, прочее. Мы об этом тоже поговорим с вами подробно. Ну, и еще один аспект, это соответствие стандартам АПИ. Ну, и понятно, что в России мы работаем по нашим стандартам, по нашим правилам безопасности, но в любом случае, в любом случае, мы на что сакцентируем внимание? Сейчас мы говорим про AWS, поэтому мы делаем отсылки в направлении стандартов АПИ. И оборудование должно быть подобрано и запроектировано в рамках проекта на бурение то, которое соответствует этим стандартам. То есть, если, например, производит какая-то фирма, неизвестно там, рога и копыта из неизвестной какой страны, производит превентара, и они говорят, что у них самые лучшие превентара, и, собственно, если они даже говорят, что они там испытания у них все прошли, то все равно мы формально не можем их использовать, пока не убедимся в том, что у них есть соответствие стандартам АПИ и, ну, соответствующее подтверждение. То есть, то, что вот именно оборудование, это конкретное, оно может применяться для сооружения нефтяных газового скорости. Вот это тоже важный момент. Потому что, ну, в рамках маркетинговой политики можно что угодно сказать, что твое оборудование даже может и на космос полететь, но это далеко не факт. И здесь мы акцентируем свое внимание, что, во-первых, есть стандарты АПИ, которым конструктивно должно оборудование соответствовать. Это раз. И в любом случае, сами организации, которые производят оборудование, они должны быть условно аккредитованы, должны быть, то есть, иметь разрешение работать в соответствии с этими стандартами АПИ и так далее. То есть, вот в рамках такого, так скажем, юридической формальности мы тоже, как бы, обеспечиваем для себя условную, ну, возможность профилактики ГНВП. То, что если мы будем выполнять все эти требования, что вероятность возникновения ГНВП будет значительно меньше. Итак, это, как бы, именно те меры предупреждения, меры профилактики, которые мы можем использовать на этапе проектирования. Теперь давайте поговорим о бурении. Само бурение, да, то есть, наверное, самое интересное, о чем мы должны поговорить. Итак, какие меры мы можем предпринять для предупреждения газо-нефтьеводопроявлений в процессе бурения скважины? Ну, здесь перечень, он достаточно стандартен в какой-то степени, в какой-то степени просто к запоминанию. Ну, это, наверное, и хорошо. Во-первых, мы должны в процессе бурения поддерживать проектную плотность бурового раствора. Ну, нередко пишется запасом безопасности, то есть, опять же, запас безопасности, да, то есть, это, допустим, с превышением, да, холостого давления на какую-то репрессию. Ну, это не всегда так, то есть, в некоторых случаях мы бурим на равновесии, и там, допустим, репрессия, она весьма условна. Но, все же, ну, как бы, основу для себя запоминаем, да, поддержание проектной плотности бурового раствора. То есть, нам, как сказали, так мы и работаем вот в рамках нашего окна безопасного бурения. Раз. Дальше. Что касается оборудования. Что касается оборудования, то у вас в составе бурильной колонны должен быть шаровый кран, обязательно, это обязательное условие. И, собственно, тут уже идут, как бы, ну, назовем, манипуляции, да. То есть, ну, во-первых, шаровый кран должен быть в составе бурильной колонны. Сколько их может быть, это не регламентировано. То есть, по факту, минимум один. Ну, когда мы используем систему верхнего привода, там иногда стоит два шаровых крана. Это не запрещено. То есть, все, что, как говорится, работает в пользу безопасности, что работает на безопасность, это, по сути, лучше. Поэтому мы можем использовать больше одного шарового крана. Ну, минимум один. Значит, один в компоновке должен быть в процессе бурения. Один должен быть на буровой, навернутый на аварийную трубу. И еще, в принципе, один минимум должен быть запасной. То есть, в идеале должно быть три шаровых крана минимум, вот, на буровой в процессе бурения. Когда задают вопрос, там, а можно ли больше, да, пожалуйста, хоть они у вас, например, там будут стоять, там, 50 шаровых кранов, да, прекрасно, пожалуйста, пусть они у вас про запас. Главное, чтобы работали, да, и чтобы вы их не путали ни с чем. Ну, а для того, чтобы их ни с чем не путать, их обычно окрашивают в яркий цвет. Ну, особенно тот, который на аварийной трубе. Вот. Ну, в принципе, тут, я думаю, понятный момент. Нередко, как бы, возникают споры по поводу того, что обязательно должен быть обратный клапан. Ну, вот это уже вопрос такой весьма, весьма, весьма. Да, традиционно мы привыкли к тому, что у нас обратный клапан есть в компоновке, но это не есть обязательно условие. Если у вас имеется шаровый кран, то вы в любой момент можете, по сути, перекрыть свой трубный канал бурильной колонны. И этого вполне будет достаточно на первом этапе для герметизации скважины. Что касается, там, других каких-то вставных устройств, такие как вставные противовыбросовые привинтора, сбрасываемые обратные клапаны и прочее. О всех них мы будем говорить, и, в принципе, наличие их у вас на буровой, наличие их компоновки, оно, по сути, только работает в плюс с точки зрения защиты от ГНВП. Но ключевой момент, то, что должен быть шаровый кран, это минимум. Дальше. Что касается оборудования. Оборудование, которое противовыбросово мы используем, должно проходить регулярные опрессовки и функциональные тесты. Опрессовка – это испытание давления, ну, логично, да, под прессом. А функциональный тест – это испытание на работоспособность. Ну, в частности, когда мы говорим, допустим, про превентеры, мы делаем акцент на том, что они за заданный период открывались, закрывались, то есть могли вовремя загерметизировать скважину. Это момент тоже важный. И это прямо четко прописано в стандарте API 53, то есть там, наверное, целый раздел посвящен именно функциональным тестам, опрессовкам, как, с какими давлениями это проводить и прочее. И вот именно в этом направлении, вот именно для этого небольшого блока существует очень много вопросов в экзамене по оборудованию. Но не отчаивайтесь, мы с вами этому уделим все целое наше внимание, целый один раздел, когда будем говорить про оборудование. Смена плашек. Что здесь я имею в виду? Когда мы говорим про смену плашек, мы подразумеваем то, что у нас плашки должны быть установлены соответствующие тому инструменту, который спущен в скважину. И по факту мы не должны лениться менять плашки, допустим, если поменялся размер инструмента, мы должны не лениться и взять их тоже поменять. Но как иногда говорят, иногда говорят, так у нас есть аварийная труба, но если что, там на аварийной трубе закроемся. Типа если плашки под нее подходят. Но тут вопрос такой тоже, это игра в некоторой степени на авось, если так можно выразить. А вот если у вас не будет возможности по какой-то причине закрыться на аварийной трубе. То есть началось ГНВП и при этом там вас еще, там вы подлипли, да, прилипли. У вас просто нет возможности уже никуда инструмент сейчас поднять, переместить и прочее. А универсальный превентер еще при этом не работает, да. Ну просто бинго, собрались все ситуации вместе. Ну понятно то, что мы не говорим, что это все может сойтись в единый момент времени, что вот эти все стечения обстоятельств. Но в любом случае, мы как, Раван, легче предупредить. То есть что сложного в том, чтобы поменять плашки, если они есть, да, важно, чтобы они были. Что сложного в том, чтобы поменять и быть уверенным в том, что ты готов, ну, собственно, к любой негативной ситуации, которая может возникнуть. Это раз, момент, и его нужно себе зафиксировать. Ну и что касается, допустим, если мы говорим про плашки переменного диаметра, то они логично должны быть подобраны под те типоразмеры, диапазон тех типоразмеров инструмента, которые у вас есть в скважине. То есть какой смысл подбирать, допустим, плашку переменного диаметра, если она у вас там не подходит под диапазон вашего инструмента. Ну то есть тоже вполне логичное вам заключение. Дальше. Контроль качества цементирования. Я его здесь указал, то есть не стал отдельно выносить, как, допустим, процедуру цементирования, потому что про цементирование тоже мы уделим в отдельном, так скажем, нашем уроке. Поговорим там, обсудим эти все моменты. Что касается контроля качества цементирования. Как это может нам помочь предупредить ГНВП? Ну вот это как раз то мероприятие, которое, наверное, не в пользу предупреждения, а в пользу уже ликвидации ГНВП. То есть если мы уверены в том, что качество цементирования достаточное, то мы можем спокойно производить ликвидацию ГНВП. И у нас нет опасности, что, допустим, ГНВП пойдет по цементному камню, там, по заколонному пространству и перейдет в грифон. То есть ток из этих соображений. И, конечно, контроль газосодержания. То есть контроль газосодержания именно с позиции, не то, что пошел газ, как вот на предыдущем занятии говорили, да, пошел газ, все, паника, у нас ГНВП. Нет, не из этих соображений. Контроль газосодержания именно из тех соображений, что мы понимаем, что мы с вами борем, допустим, по продуктивному пласту. В любом случае, это 100% раствор будет насыщаться флюидом, газом, если есть газ, то будет насыщаться газом. И мы этот газ должны своевременно идентифицировать и удалять из раствора. Из соображений тех, чтобы газ не влиял на удельный вес жидкости, чтобы плотность раствора не снижалась. А, соответственно, и гидростатика не снижалась, потому что здесь взаимосвязь прямая. Будет снижаться плотность, тем больше будет газа выходить из пласта в любом случае. То есть, ну, если в совсем простом понятийном аппарате, если в первый момент времени вышло 10 пузырьков газа, и вы их не удалили из раствора, то в следующий момент времени у вас выйдет уже 20 пузырьков газа, потом 50, потом 100, и это будет кратно расти. Поэтому вы должны идентифицировать газ и вовремя его удалять из раствора. Ну, вроде бы, ничего сложного. Итак, сейчас мы с вами разобрали вопросы, касающиеся бурения, то есть меры профилактики ГНВП при бурении. И далее мы поговорим про СПО, про спуска подъемной операции. Помчали! Итак, продолжаем наш разговор о мерах предупреждения газа нефтеводопроявлений. И теперь мы поговорим о блоке спуска подъемных операций. Итак, здесь какие меры мы можем предпринимать? Ну, буквально недавно говорили пару уроков об этом. Во-первых, мы должны контролировать скорость спуска подъемных операций, не превышать их, в некоторых моментах даже занижать, из тех соображений, чтобы не создавать два эффекта. Поршневание и свобирование. То есть свобирование как эффект прямого вызова притока, поршневание как эффект, который может потенциально привести к поглощению и, опять же, вызову притока. Далее, второй момент. Контроль долева. То есть контроль долева здесь именно такая штука, как контроль, в принципе, количества вышедшего флюида из пласта в ствол скважины. То есть это, в принципе, нормальная ситуация, да, что в процессе спуска подъемных операций может выходить флюид из пласта в скважину. Потому что, ну, куда ты денешься, особенно при подъеме, все равно будет хоть чуть-чуть для создаваться этот самый пресловутый эффект свобирования. Но наша задача, контролируя долю скважины, вовремя идентифицировать это и своевременно, допустим, взять инструмент, спустить, там, промыться и, там, продолжать подъем. Либо, опять же, ну, просто контролировать и отслеживать, регулировать скорость спуска подъемных операций для того, чтобы минимизировать вот этот самый эффект, например, свобирования. Вот, для этого нужен контроль доли. Ну и, конечно, профилактика сальников. То есть, я про это достаточно плотно поговорил, когда мы обсуждали причины газо-нефтьеводопоявления. И да, совершенно верно. Чем меньше сальников, тем меньше вероятность того же самого эффекта, что поршневание, что свобирование. Ну, правильнее сказать, все-таки, свобирование, потому что мы сальник ощущаем именно в процессе подъема. То есть, редко, там, при спуске, когда ты нахватываешь на себя сальник, и, там, у тебя может создаться, благодаря этому, там, эффект поршневания. То есть, эффект поршневания будет больше от того шлама, что у вас скопился на забой, пока вы, там, какие-то манипуляции производили. Вот. И, по совокупности, что для появления, что для спускоподъемных операций, является мерой предупреждения ГНВП вот этот аспект. Это наличие запаса мурового раствора. Что в данном случае мы подразумеваем? Это как раз-таки на тот момент, если все, мы поймали ГНВП, то есть, есть оно, загерметизировали мы скважину, и нам нужно предпринимать какие-то меры. И известный факт, то, что, особенно, если у вас газовый флюид, то есть, газ в скважине в виде, так скажем, предмета ГНВП, то известный факт, что чем быстрее вы приступите к процедуру вымола газового притока, тем с меньшей вероятностью он успеет, там, промигрировать на какую-то высоту значительную. И меньшее давление будет создаваться в скважине. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы своевременно приступать к процедурам глушения. А если есть запас бурового раствора, ну, значит, есть и возможность его быстро, оперативно утяжелить. То есть, здесь вот именно такая логическая цепочка. И четвертая категория – это организационные меры. То есть, что сюда относится? Здесь мы говорим то, что у нас в рамках компании должны проходить регулярные инструктажи и тренировки. То есть, инструктаж – это именно как рассказать. То есть, ну, грубо говоря, вот сейчас в какой-то степени для вас был инструктаж. А что, как нужно делать, да? Ну, я не знаю, насколько я хороший инструктор в этом всем. Ну, я думаю, то, что на буровой там по-своему вполне тоже доступно могут объяснить. Это все прекрасно. Но это не должно формализовываться. То есть, инструктаж должен быть не в таком формате, там, «Иванов, зайди, распишись и иди дальше работай». Да, в какой-то момент это может быть муторно. В какой-то момент буровикам может казаться, что мы тысячу раз слушали. Допустим, человеку, который отвечает за инструктаж, ему может показаться, да, они уже в тысячу раз слушали, они и так все знают. Но есть такой момент. Если ты каждый день не ликвидируешь ГНВП, то ты в любом случае у тебя выветривается что-то из головы. А в случае паники, то есть в случае экстренного реагирования, человек, он тем более все забывает. То есть, это мало того, что вы там, может, ГНВП вообще никогда не ликвидировали, а может быть, и скважину не герметизировали, а может быть, и делал это, ну, там, 15 лет назад. И это может сыграть злую шутку. Поэтому инструктажами нельзя пренебрегать. Точно так же, как и тренировками. Именно тренировки – это отработка действий. Кто куда побежал, кто куда закрыл, что, кто кого назначил, кто кому как доложил. Но важный момент такой, то что нельзя тренировки проводить с бухты-барахта. То есть, у меня встречали случаи, когда делились коллеги, потому что, вот, там, типа, взяли внезапную внеплановую тренировку провели. Ну, прекрасно, ничего в этом плохого нет. С одной стороны, да, может показаться. Но давайте задумаемся. Скважина и буровая – это все-таки опасный производственный объект. И если внеплановая тренировка, неизвестно, кто как на нее может среагировать. Тренировка, она для того и нужна, то, что ты четко знаешь, какой у тебя план и что ты должен сделать. Да, это вот как. На тренировке потренировался, на соревнованиях ты уже показываешь лучшие свои результаты. А на соревнованиях, да, действительно, может что угодно произойти. Так же и здесь. Ты тренируешься, ты должен знать, когда это будет, как это будет и в какой последовательности. И тогда ты вырабатываешь себе навык. Ну, и как минимум, да, представьте, там, идет процесс бурения, там, супервайзер, там, сказал памбуру, у вас там ГНВП, срочно. И памбур, там, испугавшись, не поняв, что это условно тренировка, взял, допустим, сам нажал на какой-то превентер в процессе бурения. Вот так будет счастье. И перекрыл скважину, в которой там работает насос и идет циркуляция. Ну, и чего в этом хорошего? Ничего. То есть, поэтому, такие моменты, как тренировки, они должны быть оговорены, они должны проводиться планово. Да, можно внепланово провести, но все должны быть оповещены, потому что она будет. То есть, вот этот момент не стоит забывать. И еще такой аспект, как анализ рисков. То есть, что в случае этого мы подразумеваем? Когда мы говорим про анализ рисков, то мы акцентируем свое внимание на том, что нельзя брать и в бурении особенно, нельзя брать и просто все под одну гребенку чесать. Да, есть давление пластовое, есть давление гидростатическое, есть давление гидроразрыва. Мы с ними работаем в рамках управления скважиной. И можно сказать, что они действуют везде. Да, они действуют везде. Но специфика в каких-то горно-геологических условиях всегда есть. В каких-то местностях есть своя специфика. И поэтому, когда идет, начинается, особенно бурение, разбуривание какой-то конкретной площади, нужно четко фиксировать все возникающие, не штатные ситуации, в частности, связанные с ГНВП. Их фиксировать, обрабатывать и анализировать, какая ситуация, по какой причине произошла. И делать это не таким образом, как у нас иногда осуществляется. Типа, произошла внештатная ситуация, на каком-то новом месторождении, было поймано ГНВП, успешно ликвидировано, но по итогу всю бригаду лишили премии. А там, в действительности, новое месторождение, какой-то попался пласт, с которым никто не встречался, не было опыта. И это вообще просто такой вопиющий факт. То есть, в частный случай, нужно не наказывать людей, нужно сначала разобраться, почему это произошло. Проанализировать риски, предпринять меры, чтобы вот этого риска не было. И если потом он повторится, тогда уже и наказывать. Вот именно эта последовательность. Не наказывать за еще, за те действия, которые человек не мог предугадать. нужно наказывать за то, когда идет осознанное нарушение, ну, то есть, по вине халатности, либо человек действительно сам осознанно, по незнанию, когда человек не знает, а должен знать, либо когда, ну, просто осознанно, куда-то торопится и нарушает. Вот момент. То есть, анализ рисков должен проводиться. На каждом месторождении, это должна постоянная работа, совместная практиков и менеджмента. То есть, чтобы они вместе работали, обсуждали и вырабатывали наиболее грамотную стратегию, чтобы минимизировать вероятность каких-то там нештатных ситуаций. Вот. Собственно, вот у нас, какие меры предупреждения ГНВП. И помимо этого, в рамках процесса бурения, мы должны еще пользоваться системами, так называемого, раннего оповещения о ГНВП. И сейчас мы о них с вами тоже поговорим. Не переключаемся.